и всем халла ребята с вами коля и вы на канале за night marion и сегодня это уже вторая часть рассказов о растения против зомби в рубрике version of the night marion и да сегодня я вам расскажу про всех вот этих вот зомби надеюсь вам очень понравится что ж поехали ну что ж поехали всего по-моему здесь довольно кстати говоря мало классов но я постарался включить из и версии из каких-то xbox 360 версия абсолютно отовсюду нашел информацию зомби и поехали первый зомби это у нас кстати говоря класс оригинал потом вот первый зомби это обычный зомби обычный труппешник которого можно купить просто несколькими ударами грохострела даже не обязательно любому использовать следующее это у нас зомби с флагом его особенность можно вообще было отнести классу особенные и оригинал оригинал из-за того что это обычный зомби особенные из-за того то что когда он появляется вызывает очень много зомби тем самым создавая волну следующий зомби это зомби с конусом зомби с конусом это зомби который можно сказать так более бронированный потому что конус он берет весь удар горохострела на себя так что этот зомби довольно сильный окей следующий зомби это зомби с ведром зомби с ведром это самый бронированный зомби из оригиналов у него ведром который опять же берет весь удар на себя у каждого конуса и у ведрона есть три фазы первая фаза чуть-чуть покромсал вторая фаза о господи мое ведро и третья фаза ведра уже нет да он нравится переходим к следующей следующей группе к следующему классу а именно бронированный и первый из них это у нас сомби с дверью этот прозрачный класс у бронированный на месте за дверь и так как он полностью всего себя покрывает дверью и конечно же горох не может пробиться но для этого создали специальное растение под названием дымник дымник может сквозь вот эти вот клетки в двери извините в общем дымник может сквозь эти клетки в двери попасть в самого зомби он довольно быстро умрет либо можно использовать те же катапульты следующий зомби это зомби с футбол футбольный зомби футболист в общем этот зомби можно так сказать он очень его вот особенность том то что он очень прочный по-моему это как гагантюа то есть два футболисты это один гагантюа это жесть получается и его еще особенность том то что он бежит он не как обычный зомби идет он именно бежит со всей скорости во второй части он сначала бежит потом ударяется об растение она исчезает он встает и обратный не обратно другие растения но он не бежит уже и его прочность там очень очень слабая а вот в этой игре его прочности бег это жесть ну и последний зомби из команды прочных это зомби с лестницей зомби с лестницей это зомби с крышей с крыши вообще его особенность том то что он конечно же держит лестницу и вот так же марта карам садинник конечно же также как и зомби с дверью у них одинаковые особенности кроме того то что зомби с лестницей может поставить свою лестницу на орехи и на тыквы то есть на класса как там он назывался уже забыл короче забыл класс называется там с орехами вот в общем и зомби могут проходить дальше уже на другое растение да и следующий класс это класс особый всего в нем аж на 13 14 или 12 зомби уже не помню если честно уллайт поехали с первого зомби первый зомби это зомби шестом его особенность том то что он сначала бежит потом если перед ним стоит растение он его перепрыгивает а потом уже медленно идет да так вот просто следующий зомби это зомби с газетой зомби зомби с газетой можно так есть можно так сказать есть своя особенность особенность том то что когда вы сносите ему газету он становится очень быстро есть растения и вот эту фишку как раз приняли в растениям все зомби 2 и теперь там если вы снесете газету этому газетчику то он просто рванет и за несколько секунд у снялает орехи это жесть следующий зомби это зомби танцор зомби танцор это у нас такой зомби который вызывает зомби подтанцовщика из класса питомцы но пока мы потом поговорим об этом классе в общем зомби танцор его дело в том то что он не может нормально идти он всегда танцует вот и вызывает еще четырех подтанцовщиков можно так сказать телохранители да телохранители ну значит вот такой вот зомби танцор следующий зомби это зомби с уточкой зомби с уточкой это обычный зомби только он может плавать в воде с уточкой да следующий зомби это зомби водолаз его особенность том то что когда он плывет он невидим для растений так как он полностью под водой скрывается потом выныривает и начинает их есть но тогда растения могут его хорошенечко так побить следующий зомби это зомбони зомбони это зомби который ездит конечно же на машине но и дело в том то что этот зомби он может как бы давить растение то есть когда он едет он оставляет за собой след и через этот след появляются зомби бейсбольные бобслеттим короче буду их так звать бобслеттим бобслейная команда появляется из них четыре зомби но о них мы поговорим попозже в общем как он может еще давить растения и вот этот вот след который он оставляет за собой может тоже только халапеньо так что запомните это вам совета на будущую игру следующий зомби это зомби с дельфинчиком зомби с дельфинчиком это зомби который только может плавать он со своим дельфином и получается может перепрыгивать растения это как знаете это как зомби шестом только на воде точно так же только он еще быстрее то есть он перепрыгивает потом начинает их жрать но у него еще и брони побольше следующий зомби это зомби с джеком попрыгуном в коробке в общем его особенность в том то что он сбежал из психиатрической больнице потом он идет получается просто идет и потом у него вылазит из коробки этот джек попрыгун он пугается и коробка взрывается вместе это как знаете вишневая бомба только для растений и зомби она не убивает следующий зомби это зомби на шарике зомби на шарике это такой зомби который ужас извините в общем это зомби который может лететь до над растениями то есть понимаете он взлетает и все это жизнь конечно да он взлетает и его может уничтожить только нейтрализированный класс кактус и класса вроде бы особый сдуватель да кстати у меня есть и мягкая игрушка сдувателя если хотите озорно-плешевые игрушки я вам обязательно скажу окей обязательно напишите в комментариях если напишите будет очень грустно подписка так переходим к следующему зомби это зомби-копатель зомби-копатель он как зомби на шарике только он под землей его минус в том то что если рядом стоит гриб-магнит то он может забрать у него киркум и зомби уже пойдет сам по себе и ну конечно же его убьют но а так если нету гриб-магнита он появляется сзади всех растений и начинает их потихонечку жрать тем самым давая проход зомби то есть зомби-шахтер никогда не сможет съесть мозги хотя если гриб-магнит конечно же не вмешается следующий зомби это бога зомби как я его назвал попрыгун вроде бы в общем этот зомби он появляется опять же на крыше но я не знаю чем или появление в общем этот зомби его плюс можно так сказать в том то что он когда прыгает его конечно же невозможно оглушить то есть невозможно заморозить и невозможно замаслить это его конечно же огромный минус но для него это плюс а также он может когда он встает перед растением он его перепрыгивает так же у него еще довольно сильная но опять же может забрать и гриб-магнит его бога что все он станет обычным зомби подростком который такой беды следующий зомби это зомби на тарзанке зомби на тарзанке его он как сказать минус в том то что когда он появляется он крадет растение на которого была положена специальная штука такое бывает в основном во время большого волна зомби на крыше то есть он тогда крадет растение ну а плюс то он то что его можно и заморозить и замаслить и сжечь вот это как огромный и следующий зомби это зомби на катапульте зомби на катапульте это такой зоби который может стрелять мечами в растение но он обязательно стреляет в последнее растение если у него заканчиваются все пули то он начинает давить ехать и давить растения так он стоит на месте и стреляет в них но и легко отрикошетить его снаряды обычным папоротником или амбрелла лифт зонтичным листом зонтичным следующий зомби последний из особых это гаргантюа гаргантюа это огромный просто зомби который может давить все растения когда при приближении да в общем круто а также у него есть имп чертенок о нем поговорим конечно же попозже но особенность его в том то что когда гаргантюа кидает импа он начинает сам по себе жрать растения то есть но его довольно легко убить где-то с трех снарядов горохострелов или даже двух и следующий класс это класс эти питомцы да первый зомби это зомби под танцовщик это можно так сказать телохранитель зомби танцора их всего появляется четыре когда зомби танцор зомби танцор показывает палец вверх следующий зомби это зомби бобс латтим ну или бобс лейная команда зомби их особенность в том то что они могут появляться только на белой линии которая оставляет зомб Бонни в общем если их вот этот вот не знаю я не знаю что это за штука на которую они едут но короче если она разрушается то все эти 4 зомби просто так идут про них даже сделана мини игра и достижения нужно сжечь три таких вот команды и вы получите достижения А также есть мини-игра, в которой есть только зомбони, только последняя команда зомби. Следующий зомби это зомби-дельфин. Это, можно так сказать, обычный зомби, но вот эту вот фотографию была взята, конечно же, из последних кадров. То есть из кадров зомби On Your Lawn. Он там тогда пел. В общем, этот зомби, он никак не может сожрать ваши мозги. Он просто на месте стоит, ну как бы он катит самого зомби-дельфина, а потом вместе с ним тонет. В общем, вот так вот круто. И последний зомби-питомец это чертенок. Чертенок, его особенность в том, что у него очень мало урона, где-то два снаряда-горахастрелы, он вдохнет. Да, ну и в принципе все, спавнится он от Гаргантюа. Ну и следующий класс это класс боссы. Да, всего в игре три босса. Да? Что? Какие три босса? Я же видел только одного, а на самом деле их три. Первый босс это зомбот. В общем, этот зомбот, он может как бы... Это самый финальный босс в игре. Поверяется он на крыше в 10 уровне ночью. Я не знаю, как он встал на эту крышу. Это невозможно, по-моему. В общем, его особенности в том, что он может кидать машины, спавнить тарзанки, спавнить самих зомби, любого абсолютно. Даже зомбони. В общем, может и кидать... ой, кидать... Спавнить ледяные заряды и огненные заряды. У него также есть показатель его жизни внизу. Да, внизу экрана. Следующий зомби это доктор Зомбос. Он является боссом, конечно же, и в первой части, и во второй части растения против зомби. Но это можно и так считать не за босса, это можно как считать и за зомбота. Потому что он им как раз и управляет. Он может застать, дать вам три алмаза и всё заткнуть, пошли уже вот так. Ну и последний босс это Гига Гаргантюа. Этот Гаргантюа появляется только в режиме выживания и бесконечность. Он очень прочный. Его уничтожают где-то четыре снаряда вишнёвой бомбы. Представьте, четыре снаряда это как два Гаргантюа, слитые в одно. В общем, этот Гаргантюа очень прочный. Я думаю, вы попробуете пройти выживание и справиться с ним. Ну и я, конечно же, попробую. Я хочу получить все ачивки. Правда, на компьютере, потому что на телефоне там платить надо. В общем, вот так. Ну и следующий класс это зомби-эксклюзивы. Ну или зомби, у которых нету класса. Первый класс зомби это зомби-невидимка. Появляется он только в мини-игре и он просто невидим. Но они видимы растениям. И когда их замораживают или маслят, мы можем увидеть, где находится этот зомби. И уничтожить его капучком. Следующий зомби это мелкие зомби. Мелкие зомби, их особенность в том, что они появляются, опять же, только в мини-игре. Но и в приключениях, в режиме приключений. Вы можете посмотреть какой-то там из моих выпусков. Я проходил эту игру, мини-игру. Это был бассейн, это был спешл дэй. Опять же говорю, предупреждаю, спешл дэй был. Надеюсь, вы посмотрите, конечно же. Поставьте лайк, напишите коммент. Всякое такое. Следующий зомби это зомби-мусорщик. Зомби-мусорщик, его особенность в том, что он появляется только в игре Plants vs. Zombies Xbox 360 Edition. То есть он появляется только в режиме Xbox 360. Зомби, на самом деле, его особенность в том, что он довольно прочный, но он очень медленный. То есть медленнее, чем обычный зомби. Он как, не знаю, там, зомби деленный на 2. То есть его скорость, наверное, минус 0,03. Минус 0,03. Да. Ну и следующий зомби тоже из этой же версии, Xbox 360. Это зомби с... Как там он называется? Короче, нарисовал круг и, типа, он появляется в режиме противостояния, только в режиме противостояния. В режиме, в игре Xbox 360. В общем, там он играет такую специфическую роль. То есть этого зомби нельзя заспаунить. Он стоит на месте. И, короче, если вы попадете в него несколько раз, то он упадет. Если вы убьете таких 3 зомби, то игра завершится в пользу растений. Да. Ну и следующий зомби, это зомби-бейсболист из версии DC. Я точно не знаю, как переводится DC. Но это точно не из той DC, которую вы подумали. Точно не из Бэтмена. Ну, Бэтмен против зомби. Как-то бы плохо смотрелось, конечно. В общем, про этого зомби я ничего не знаю, так как я не играл в DC версию. А в Xbox 360, кстати говоря, играл. И если вы хотите прохождение на Xbox 360, то обязательно напишите в комментариях. Ну и следующий зомби, это зомби-бейсболист на катапульте. То же самое, ничего про него не знаю. Но знаю только то, что вот эти 2 зомби появляются только в мини-игре. Да. Так, следующий зомби, это... Ой, следующий класс, это класс гибриды. Я о них буду очень мало рассказывать, так как у меня уже время на исходе. В общем, первый зомби, это зомби-горохострел. Это особенности обычного зомби-горохострел. То есть он может жрать и стрелять. Да. То есть он может стрелять. Но на низкие предметы такие, как картофельная мина, он стрелять не может. Да. Следующий зомби, это зомби-стена-орех. Его особенности в том, что это как зомби с ведром на голове. Да. Зомби с ведром. Следующий зомби, это зомби-кабачок. Зомби-кабачок играет роль зомби-газетчика. В общем, когда он подходит к растению, его голова отрывается от тела и раздавливает бедное растение. Да. Даже если это был сам кабачок. Следующее растение, это зомби-халапеньо. Зомби-халапеньо, это зомби, который очень медленно идет. Но если вы его вовремя не убьете, то он взорвется, смяв всю вашу линию растений. Следующий зомби, это зомби-высокий-стена-орех. Играет роль футболиста, только довольно медленный. То есть он, как обычный зомби, только со шлемом футболиста. И последний зомби, это зомби-горохомет. Я не знаю, у кого он играет роль, но стреляет сразу по 4 гороха. Не советую вам ставить такие большие растения при нем. Советую ставить лучше котиков и убрать их в тыкву. Ну что ж, а на этом конец всей эпопеи. В общем, вот такая вот презентация у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был Коля на канале ZZN. Подписывайтесь на канал, ставьте Луис. Всего доброго и гудбай, бичес. Но перед этим хотелось бы еще сказать. Вы нашли часть ссылки. В прошлом ролике она была, да и в этом ролике тоже была. Надеюсь, вы ее найдете. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok